Девушки отдыхают Девушки отдыхают Одни позитивные эмоции И мы любим сюда приезжать То есть общаться со всеми Всех знаем судей Гонщиков, участников Даже зрители уже постоянные Болеют за нас Они приезжают поболеть за пилота А вот российского автопрома Из года в год все меньше Зато он быстрее и быстрее Чего только стоит лада Александра Рапоцевича С двухлитровым мотором от Опиля И коробкой от Митсубиши На своей машине Здесь он выступает уже 15 лет. Я, как сегодня помню, первый результат это было что-то порядка 14,8. Тогда оказалось супербыстро. Сегодня мы амбициозно нацелимся в 10 секунд, пытаемся разменять. То есть на сегодня лучший результат, кстати, показан вчера, 10,1. Кстати, в этом году дрэгрейсингу на Алтай исполняется 20 лет. В честь этого на аэродроме наконец-то появилась полноценная инфраструктура для организаторов соревнований. Помещения соорудили из контейнеров, но дальше больше. Буквально в начале этого года мы выиграли тендер на землю. То есть вот здесь, буквально через дорогу, администрация нам передала 15 гектар земли под строительство автодрома. Но там будут у нас дисциплины такие классические, как кросс, ралли-кросс, трековые бонусы. Проект трассы уже сделан и находится на рассмотрении. По словам организаторов, соревнования там будут не только местного уровня, но и, возможно, даже всероссийского, поскольку трек сразу собираются делать по самым жестким требованиям. Не исключено, что первые гонки на нем проведут уже в 2025-м. Что же касается дрэгрейсинга, следующий этап на аэродроме Панфилова состоится 20 и 21 июля. Данил Кузнецов, День с толком! Данил Кузнецов, День с толком!